Итак, наверное, все из вас задумывались, как арендовать авто, когда вы едете в путешествие, чтобы было удобно, чтобы можно было без проблем путешествовать. Сейчас я вам расскажу, как же арендовать авто в Европе. Итак, с вами это такое познавательное видео. Надеюсь, вам понравится. Всем привет, дорогой зритель. Ну что, погнали. Настало время проговорить про аренду авто. Это наш второй опыт аренды автомобиля. Первый раз мы бронировали на Майорке. Ну, можно сказать, что это, ладно, Европа. Неважно, где его бронирует, там, Германия, Испания, Швеция, Финляндия и так далее. Вот, первый раз мы бронировали на Майорке. Что нужно? Ваши российские права. Больше ничего не нужно. Есть два варианта. Это конторы, типа такие, знаете, можно сказать, местные. Какая-то семья покупает поддержанное авто, делают на них цены, к примеру. На Майорке начиналось в таких компаниях от 21 евро за день. И дальше это Fiat Panda. Если вы берете больше трех дней, то цена там 17 евро. Мини Купер, кстати, при этом разнился. Есть за 80 евро в день. А это, мне кажется, очень много. Было и дороже, и самое минимальное. Мы на Майорке находили где-то евро 60. Что вот нужно для аренды в таких неофициальных, ну, как прокатчиков. Просто обычные прокатчики. Ваши российские права, деньги, да и все. Выписывают договор и оформляете страховку, там, по-моему, 3 евро в день. Ну, в итоге выходит, да, прикольно. Мы даже тогда приезжали, нас машину не проверяли. Заправляетесь сами. Даже не проверяю, сколько там бензина. Вот. А второй вариант, это как раз аренда авто мега официальная. Мы машину забрали. Вот у нас Seat Leon 1.2. Вообще, зверь машина. Забрали в аэропорту. Это компания Герц. Мы забронировали ее в России. Вот сколько я всего прочитал. Нужны вообще водительские международные удостоверения или не нужны? Вот сейчас мы с вами разберемся. На сайте Герц написано, что, во-первых, у вас обязательно, когда вы забираете машину, должны быть международные водительские права. Это права такие в дополнение к российскому. Ну, надеюсь, все нас смотрят практически из-за России. Сейчас я вам даже покажу. Да, конечно. Все немножко прикрою, чтобы вы понимали, о чем речь идет. Вот это у нас такое водительское удостоверение Российской Федерации. Это что-то типа нового образца. Можно и старенький, где на красном фоне. И вот таких прав вам будет достаточно, чтобы взять автомобиль в Европе. Я настоятельно рекомендую и сам это сделал вот такое вот международное водительское удостоверение. Для чего оно нужно? Если вас остановит полиция, то вы будете непосредственно предъявлять именно его. Здесь написано вообще на всех языках мира будет, чем вы можете управлять, чем не можете. И так вы будете на 100% защищены вообще от каких-либо штрафов. А то один раз накосячите, и потом вообще в Евросоюз не пустят. И вот, компания Герц забронировали машину на 8 дней. Получилась вот эта вот тачка за 10 тысяч рублей. Мне кажется, это вообще просто идеальный вариант. Это официальный арендодатель. То есть мы, получается, забронировали через интернет, приехали в аэропорт. Ну, прилетели. Обратились за 2 минуты, мне дали ключи. И нам еще так повезло, что это вообще новая машина была. Прикиньте, 600 километров пробега. Мы думали, сейчас приедем, забронируем класс B, там, к Оперкорса, либо подобный. Ну, обычно, ну, там, может, уже 100 тысяч пробега бывает. А то нам говорят, у вас, типа, новая машина. Ну, что? Что? Вот, это просто суперский автомобиль. Вы посмотрите только внутрь. Здесь вообще просто все красиво. Мы на нем ездим уже неделю. Через пару дней будем его отдавать. Наездили 790 километров. Вон, если вам это, конечно, интересно, пахнет, да, новым автомобилем. Если брать на один день, стоит любой самый дешевый автомобиль 4 тысячи рублей. Если вы берете, например, на 3-4 дня, я сам проверял, стоит 10 тысяч рублей. Берете на где-то 7-8-9 дней, стоит тоже 10 тысяч рублей. То есть, чем больше вы берете, тем дешевле выходит. Ну, это логично. Ну, самое интересное заключалось в том, что, когда мы прилетели, у меня международные водительские права есть. Написано в Герсе, что это обязательно, вот, нужно их предъявить. И нужна еще кредитная карточка. Мы платили с дебетовой. Идея такова, что если вы бронируете и оплачиваете сразу через онлайн, то цена будет ниже. А если вы бронируете и оплату оставляете на потом, либо сразу приезжаете и берете автомобиль, то цена будет выше. Вот, у них еще обязательно написано, что нужна кредитная карта. Окей, мы взяли кредитку, взяли международные права, подходим на столько регистрации. В итоге я все даю тетеньке. Она говорит, международные права, извините, не нужны, это для полиции. Нам они оказались не нужны. Но это, ребята, не означает, что вы придете и скажете, вот, мы хотим машину. И вам дадут. Они должны быть. Потому что у них это написано, ну, я вот лишь рассказываю свой опыт. Полиция нас не останавливала. А если бы остановила, то бы все было хорошо, оформить международные водительские права. И насчет кредитки тоже там... Даже не спрашивали, сняли с той карты 200 евро. Это такой небольшой депозит. Не знаю, на какой случай, может, на случай мелких царапин. Потом, а тут деньги берутся. Ну, потом 200 евро возвращают. Ну, а что в остальном? Когда вы катаетесь по Европе на своем автомобиле или на арендованном, вау, надо очень придерживаться правил. Потому что штрафы здесь такие прям очень высокие. Они классифицируются на, типа, обычные такие мелкие, средние. И серьезное нарушение порядка, там, тысячи евро можно заплатить штраф. Прикиньте. А, ну, как у нас. Ну, вождение в пьяном виде, по-моему, 50 тысяч у нас сейчас специальный штраф первый. А второй я уже не помню. Превышение скорости свыше 20 км в час, там, что-то, где-то евро 40. И еще вас хочу предостеречь. Если вы будете брать в аренду машину и нарушаете правила дорожного движения. Сам читал в интернете не один раз. Полиция обращается в компанию Герц, потому что машина записана на эту компанию. Герц берет денежку в порядка 100 евро, короче, за вот эту работу, что они предоставляют. Ты платишь Герцу 100 евро потом, и плюс еще оплачиваешь штраф. Короче, там такая канитель получается. Надо ездить очень спокойно. Ну, здесь все друг друга пропускают. По крайней мере, в Барселоне и в, там, да, окрестностях Барселоны. Если вы захотели взять мотоцикл, здесь я видел, цены начинаются от 40 евро. Но таких прям мопедов, вот мы просто привыкли в Таиланде, такие мопеды-мопеды, их здесь нет. Здесь очень любят нормальные мотоциклы, большие мотоциклы. Вот они где-то начинаются от 40 евро в день. Ну, и, соответственно, там чем больше берете, тем получается дешевле. И еще первое правило любого европейского города, не нарушай правила парковки. Потому что парковка здесь очень проблемная тема. Когда ты въезжаешь в Барселону, там вообще просто невозможно найти парковку. Белая пунктирная линия, значит, бесплатная. Зеленая, это, значит, для резидентов. Там паркуются чуваки, у которых есть абонементы, либо они, например, живут в этом доме. Ну, там как-то это у них по-своему. Есть синяя пунктирная линия, это, значит, платная зона. Она с понедельника по пятницу оплачивается, там, по-моему, с 9 до 10 вечера. Но в этой синенькой зоне можно с 2 до 4 стоять бесплатно, потому что это у них, типа, обед или сиеста. А по воскресеньям на этой теме тоже можно стоять бесплатно. Ну, в принципе, как у нас. Много нюансов. Надеюсь, вам хотя бы немножко рассказал, развеял ваши мифы. И, ребят, берите, на самом деле, машины проката, это очень удобно. Ну, вот просто по сравнению, за 8 дней мы отдали 10 тысяч. Если бы мы поехали на такси, к примеру, в отель, мы бы заплатили 35 евро, оттуда 35 евро, плюс на метро 10 поездок 10 евро. И, конечно, немножко выходит, и как бы это прикольнее. Ну, имейте в виду, что, по-моему, в Герце от 25 лет можно арендовать машину. Во всех остальных, я бы сказал, что от 21. А если вы все-таки решили вообще где-нибудь снять машину, то прочитайте правила. И тут еще одна мысль моя, с которой мы столкнулись. Мы смотрели еще компанию Europecar, по-моему, называется. И еще Budget, Budget, правильно. Там такая тема. Ты берешь машину с пустым баком, потом ее заправляешь, ездишь на ней и привозишь ее с пустым баком также. И заправляешь, они из тебя берут бабло за бензин по их цене. И там это просто каких-то нереальных денег стоит. То есть тут мы заправили, к примеру, там полбак за 30 евро. А у них эти полбак выходят 50 евро. Это как бы не айс, они потом с карт списывают. Вот в нашей тачке мы вернем ее просто с полным баком и все. Правила, правила, вообще правила. Читайте досконально, что туда включено, что не включено. Ладно, все. Надеюсь, я вас смотивировал. А теперь мы отправляемся дальше по Барселоне путешествовать и по Испании вообще. Ну что, ставьте лайки, подписывайтесь на новые ролики. А я поехал от своего оператора. Пока! Пока, ребят. Ладно, давайте. Надеюсь, было полезно. Вот так. Покрики. Пока. Пока. Пока.